Всем доброго времени суток! В эфире новости культуры. Поговорим о пище для души и усладе для сердца. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Кинозал Иркутской области подключается к федеральному проекту «Пушкинская карта». Его участники – это молодежь в возрасте от 14 до 22 лет. Пушкинскую карту можно оформить на портале госуслуг. Ее участники получают 5000 рублей в год, которые можно потратить на посещение мероприятий в учреждениях культуры, а теперь и в кинотеатрах. Стоимость билетов учреждениям компенсируют из федерального бюджета. За службу Отечеству. В музее часов Ангарска открылась уникальная выставка орденов и медалей советского периода и современной России. Автор масштабной экспозиции – ангарчанин Михаил Кулигин. Сам коллекционер не смог присутствовать на презентации. О его непростом увлечении рассказали хранители музея. Михаил Валерьевич удивительный человек. Он всю свою жизнь посвятил собиранию значков, орденов, медалей, нагрудных знаков. И его мечта, чтобы в городе Ангарске был музей фалеристики. Ну, фалеристика, если кто не знает, это и наука одновременно, и вид коллекционирования, который занимается как раз орденами, медалями, нагрудными знаками, значками различными. И вот Михаил Валерьевич себя, по сути, науке посвятил. Экспозиция насчитывает более полутора тысяч предметов. Все знаки представлены в квалификации по видам, родам войск и степеням. Экспозиция будет открыта до конца февраля. И еще об одной выставке в Ангарске. В художественном центре презентовали картины Александра Сурикова. Автор назвал свою экспозицию «Дом». Его работы вызывают улыбку и погружают в детство. На холстах живописные этюды, замысловатая графика и сказочные мотивы. Словом, все, как представляет «Дом» сам художник. К сожалению, автор пропустил открытие из-за болезни. Дом – это не закрытое понятие. Это не какое-то определенное квадратное метро или еще что. Дом – это двор. Дом – это соседи. Дом – это друзья. Дом – это ваши животные, кошки. То есть собаки – это все ваш дом. Александр Суриков – профессиональный художник. Окончил Иркутское училище, Красноярский государственный художественный институт. Критики находят его работы яркими и праздничными. Оценителей живописи они привлекают своим буйством красок. Экспозиция также будет работать до конца месяца. Дарите книги с любовью 2022. В Приангарье стартовала традиционная акция. Она приурочена к Международному дню книгодарения. Главная идея – напомнить всем, что книга является одним из самых главных подарков. Тем более, что сделать его можно, не выходя из дома. Для этого нужно перейти на сайт проекта «Подари ребенку книгу», выбрать библиотеку, фонд которой нуждается в пополнении, и заказать литературу в интернет-магазине. Издание доставит до адресата. Общероссийская акция проходит в шестой раз и продлится до 14 февраля. Организаторы мероприятия – Ассоциация «Растим читатели» и Российская государственная детская библиотека. Это все, что мы успели рассказать сегодня. Я желаю вам бодрости духа и гармонии. Помните, в любой ситуации нужно вести себя культурно. До свидания! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова